Поскольку за последнее время российский рынок покинуло большинство популярных брендов одежды, а такие крупные онлайн-магазины как Yox, Farfetch и Asos отменили свою доставку, перед многими встал вопрос – а где все-таки покупать одежду? Возвращаться на рынок и как раньше стоять на картонке? Согласитесь, совсем не вариант. Тогда, быть может, масс-маркеты, такие как Gloria Jeans, Austin, либо твое? Да, вполне может быть, но согласитесь, не хотелось бы. А посему единственным логичным выходом из данной ситуации будут, конечно же, отечественные стритвир бренды. Возможно, кто-то из вас до сих пор относится к ним предвзято, но поверьте, я как человек, который даже до всех этих санкций на постоянной основе одевался в отечественные бренды, могу с уверенностью заявить, что наши бренды ничем не хуже, а в некоторых случаях даже намного лучше, чем западные. Поэтому, в чем я точно могу быть уверен, так это в том, что в это непростое время мы без хорошей одежды не останемся точно. И в этом ролике я постараюсь вам это доказать. Но имейте в виду, что весь сегодняшний топ я составил, основываясь исключительно на своем личном опыте и на своих личных предпочтениях. Если вы их разделите, я буду только этому рад. Если нет, то все ваши комментарии вы можете оставить внизу. Поехали! Но перед тем, как продолжить, друзья, я хочу познакомить вас со своей страничкой на бусти. Уверен, многие из вас уже знают, что это за сервис. Если нет, сейчас объясню. С помощью бусти вы можете получать донаты в поддержку своего творчества от поклонников, давая им взамен разную инсайдерскую информацию, либо эксклюзивы. И речь здесь идет не только о блогерстве. Вы можете быть кем угодно. Писателем, гончаром, музыкантом, певцом, кем угодно. Если у вас есть люди, которые поддерживают вас и которым нравится то, чем вы занимаетесь, вы всегда можете рассчитывать на их поддержку. На бусти вы можете общаться с аудиторией в закрытых телеграм или дискорд каналах по подписке, проводить закрытые стримы, заливать эксклюзивные материалы, и много чего другого. Так вот, друзья, на вашу поддержку в это непростое время рассчитываю и я. Вы все прекрасно знаете, что нам отключили монетизацию, а без монетизации вести каналы, выпускать для вас ролики довольно таки проблематично и сложно. Поэтому, друзья, если у вас есть желание меня поддержать, ссылочка на мой бусти будет в описании. Все, кто будет донатить либо оформлять подписки, будут попадать в мои ролики. Их имена я буду называть в начале каждого нового видео. Вроде как и мелочь, но героев, поддержавших канал в трудную минуту, будут знать в лицо. Ну а если вдруг вы тоже блогер, либо любой творческий человек, у которого есть своя верная аудитория, которая хочет вас поддержать, советую тоже попробовать бусти, потому что ради нас они даже полностью отменили свою комиссию. И таким образом все авторы получат сто процентов дохода от монетизации. Поддерживайте творчество и творите сами. Ссылку на бусти я оставлю в описании. Итак, первый бренд, о котором я просто обязан упомянуть в этом ролике, это питерский антитор. Скорее всего, вы точно узнаете его по этому логотипу в виде муравьеда. Кто бы что не говорил, но именно этот бренд, можно сказать, и стоял у истоков развития русского стритвира в целом, открыв свое производство еще в далеком 2007 году. В то время он, не побоюсь этого слова, произвел фурор на отечественном рынке и доказал всем, что даже у нас можно заниматься отшивом качественной молодежной одежды. Да, я прям как сейчас помню, у каждого уважающего пацана в 2010 был просто неубиваемый анорак от этого бренда. Что касается наших дней, то посетив их магазин сейчас, может сложиться впечатление, что антитор, ну скажем так, будто бы слегка остался в прошлом. Мы видим все те же анораки, странные принты и старые лекала, но лично я смотрю на это немножечко иначе. Мне кажется, что они могли бы без каких-либо проблем клепать тонами зумерские зипки со стразами и крестами. Но у антитор есть свой путь, есть собственный выдержанный стиль и своя база фанатов, которой они верны, за что определенно я им респектую. В любом случае, даже сейчас я вижу много молодежи в вещах от антитор. Те же зимние пуховики разлетаются у них как горячие пирожки. Оно и не странно, что за столь скромный прайс и отличное качество их будут скупать на ура. В общем, антитор это хороший, качественный, а главное недорогой отечественный бренд, на который я советую вам обратить внимание. Чуть что, ссылки на все бренды я буду оставлять в описании. Ну а следующий бренд, о котором я тоже не могу не упомянуть, это бренд Волчок. У многих из вас, скорее всего, сейчас в голове примерно такая картина. Футболки с надписью «Юность», русский андеграунд и прочие зумерские надписи на кириллице. Да, такое когда-то было. Было в году так 16-м. Но если вы с тех времен не следили за Волчком, могу вам с уверенностью сказать, что бренд прошел проверку временем и на данный момент делает весьма стильные, современные и качественные вещи с принтами в готическом стиле. Что касается цен, я бы сказал, они достаточно демократичны. Худанный Волчок можно в среднем купить за 5 тысяч, футболки стоят 2 тысячи, ну и верхняя одежда от 5 до 10 тысяч. Поэтому всем ценителям металевых шрифтов, готических принтов и качества советую обратить внимание на Волчок. Следующий, просто великолепнейший бренд, фанатом которого я являюсь уже очень давно, имеет название Волли. Чтобы в полной мере понять его эстетику, вам, конечно же, нужно приобрести себе хотя бы несколько вещей. Но я все же попытаюсь вам ее передать. Волли — это тот бренд, который всегда вызывал у меня стойкое ощущение, будто бы я ношу вещи от бренда родом из США конца 90-х годов. Эстетика этого бренда мне очень сильно напоминает эстетику бренда Кархард, именно старого американского Кархард. Вполне может быть, что создатель вдохновлялся чем-то подобным. Силуэты вещей, выбор ткани и ее обработка — все это вкупе оставляет нереальные ощущения, будто бы вещи, знаете, сделаны с душой. Не знаю, мало брендов у меня вызывает такие эмоции, но у Волли это как-то получилось. Да еще и девушка-модель такая классная всегда. В общем, вы просто обязаны заглянуть в магазин этого бренда. Во-первых, вы будете в шоке от цен. А во-вторых, вы будете в шоке от того, какого качества изделия за такую цену вам достанется. Лично у меня от Волли есть куча вещей. Это и футболки, и штаны, и сумки, и даже брелок был. И я всегда был в неком недоразумении, мол, как за такие небольшие деньги ребятам удается делать настолько классные шмотки. То есть, я могу смело сказать, что у нас есть неплохая альтернатива Кархарту. Ну а дальше я расскажу вам о настоящих динозаврах русского стритвира, ну или теквира, о бренде Каракатау. Когда сей бренд появился на российском рынке, многих из вас, скорее всего, не было даже в проекте. А это, на секундочку, был аж 99-й год. Вы просто представьте себе, что в 99-м году кто-то решил делать в Питере мужскую высокотехнологичную одежду. Звучит, правда, как бред, но ровно так оно и было. Когда я впервые увидел вживую их вещи, а было это на фестивале Faces and Laces в 2019 году, честно говоря, я даже не поверил в то, что это делают наши русские ребята. Я просто был шокирован от уровня проработки и внимания к деталям этих вещей. Серьезно, если мы теперь не сможем купить тот же Stone Island или Acronym, не страшно. У нас есть отличная ему замена, и это Каракатау, который делает такие же технологичные и крутые куртки. Я лично являюсь владельцем ветровки от Каракатау, которую я ношу уже третий год. Сказать, что я от нее в восторге, это ничего не сказать, потому что я по уши влюблен в нее, ибо ничего круче у меня никогда не было. Вы можете быть уверены на все 100%, что ни один из брендов, о которых я вам сегодня рассказываю, не заплатил мне ни копейки. И все, о чем я вам сегодня говорю, это, правда, лично мое мнение. Поэтому я искренне надеюсь, что в связи со сложившейся ситуацией бренд Каракатау наконец-то получит заслуженное внимание и о нем узнает как можно больше людей, потому что ими правда можно гордиться. Ну а следующий бренд, который точно заслуживает оказаться в сегодняшнем списке, это бренд ШУ. Раньше его еще называли Шью. Описать данный бренд я могу следующим образом. ШУ это лаконичный крой, однотонные природные цвета и отсутствие принтов и логотипов. Проще говоря, этакий скандинавский минимализм. Но что самое главное, этот минимализм ни в коем случае не распространяется на материалы и технологии. Если речь заходит о зимней верхней одежде, то это всегда непромокаемая мембрана и утеплитель Дюпонт. Если речь идет о ветровках, то это, конечно, мембрана и термическая проклейка швов. Футболки, толстовки всегда выполнены из стопроцентного плотного хлопка и не обделены вниманием к деталям. Если сравнивать бренд Шью с ближайшими западными аналогами, то на ум мне сразу же приходит скандинавский бренд Рейнс. Вполне возможно, что на первых порах ШУ вдохновлялся именно им, но на данный момент я могу уверенно заявить, что наши ребята уже на голову выше. Лично у меня зимняя куртка от ШУ была еще в далеком семнадцатом году. Я относил ее два года и носил бы до сих пор, если бы не разжирел, но я на личном опыте могу с уверенностью заявить, что даже в семнадцатом году это был уровень опытных западных брендов. Уверен, что сейчас многие западные бренды уже позади. Поэтому, если вы любитель минималистичной, технологичной, а главное практичной одежды, вы просто влюбитесь в этот бренд с первого взгляда. Ну и перед тем, как я перейду к нашему финалисту, с вашего позволения, я хочу напомнить вам, что у меня тоже есть свой небольшой бренд под названием Props. Этим брендом я пока что занимаюсь сам лично, поэтому за качество и быструю доставку, конечно же, ручаюсь. Если вам не сложно, зайдите, посмотрите, что у меня там есть и дайте свою оценку. Вполне может быть, что вам зайдет и вы что-нибудь себе да прикупите. Ссылочку я, конечно же, оставлю в описании. Ну и на первое место в своем сегодняшнем топе, я решил поставить московский бренд The NY. Также вы можете знать его по названию Zeke & Yoni. Если вы достаточно долго следите за моим творчеством, вы точно могли не раз заметить меня в вещах от этого бренда. Я, как давний фанат The NY, могу смело заявить, что бренд проделал просто феноменальнейший путь от маленького русского, никому неизвестного брендика до полноценного бренда, вещи которого официально представлены в магазинах таких стран, как США, Италия, Великобритания, Гонконг и Германия. Мало того, они участвуют на модных показах в Париже и делают коллаборации с такими брендами, как G-Shock, Nike и даже Vans. Да, вы не ослышались, все, что я перечислил, относится к нашему русскому бренду, за который на данный момент лично у меня берет гордость. За что лично я люблю The NY, так это, наверное, за их не слишком навязчивые принты, за их всегда актуальные силуэты, за их крутейшие материалы и, конечно же, приятные цены. Вот серьезно, вы можете спорить со мной сколько угодно, но я давно на личном примере понял, что практически нет зарубежных брендов, которые за такие деньги могут предоставить нам настолько качественные вещи, как это делают наши отечественные бренды. Я вам на полном серьезе говорю, хлопок, который используется, в худонах у того же The NY, вы можете встретить только у Balenciaga либо Off-White, но они, простите меня, стоят немаленьких денег, поэтому делайте выводы сами, друзья. В общем, как-то вот так, кабанята, именно таким получился мой личный топ русских стрит-вир брендов. Если вам что-то понравилось и вы узнали для себя что-нибудь новое, то, конечно же, отблагодарите этот ролик лайком и можете, так сказать, поддержать канал по ссылочке в описании. Если вы знаете еще какие-нибудь классные, недооцененные российские бренды, о которых я не упомянул в данном ролике, то, конечно же, напишите они в комментариях. Я думаю, многим будет интересно их почитать и узнать о классных, качественных брендах, о брендах, которые вы проверили на, так сказать, на собственном опыте. В общем, друзья, еще раз большое вам спасибо за просмотр, поддерживайте канал, поддерживайте этот ролик своим комментарием и лайком и, конечно же, напишите в комментариях, какой из сегодняшних мною перечисленных брендов вам понравился больше всего и, конечно же, почему. Всем спасибо, всем до скорых встреч!